Валютный рынок Валютный рынок Валютный рынок Валютный рынок Валютный рынок Но, в общем, наверное, сейчас все не стоит такой степени нашего уже внимания. Что касается последних новостей, то вот как раз инфляционный показатель, который вышел уже в среду по потребительским ценам США, он, наверное, максимально может оказать влияние и на валюты, поскольку в ожидании инфляции, собственно, считалось, что растут доходности казначеек. Сейчас эти доходности опустились несколько, они были на уровне 1,625, вот в момент съемок уже до 1,5% годовых опустились, но теперь это уже опустились, то есть раньше 1,5% годовых это казалось много, сейчас вот по меркам уже последних движений это уже кажется не так много. В этот период, конечно же, еще будут ожидания следующих данных по индексу цен производителей. Вот они выйдут в пятницу, и они как раз могут дать более высокий инфляционный скачок. По CPI-то скачок инфляции минимальный, там, по-моему, где-то 0,4% только рост цен за февраль, общий годовой в пределах ожиданий не выше, но последние как раз вот данные именно по оптовым ценам отпускным производителей были, поэтому здесь, наверное, возможно уровни 2,6 и 2,7 годовых. Для рынка они уже сюрпризом не станут, но интересно, как пятницу реагируют, собственно, доходности. Но вот пока что до пятницы этот период продолжается, пока доходности снижаются, соответственно, рынок возвращается частично к продажам американской валюты. То есть это пока не идет какое-то, скажем, ну прямо уже очень мощное движение, но тем не менее, вот мы видим, что по валютам, особенно по сырьевым, это довольно такая заметная тенденция, в частности, австралийский доллар вернулся последние там сутки к росту, если он опускался в район 76,20 где-то, то сейчас уже 77,75 текущая котировка. И ключевая зона для австралийской валюты, это район 0,77 и около того, эта зона была пройдена, но теперь она может служить тестовой, то есть если, называется, не пойдет в рост сразу и отсюда, дальше, то вот пятница будет ключом, если закроется неделя выше 0,77, где-то 20 хотя бы, то это, наверное, будет означать, что дальнейшее избавление капиталов от излишней нагрузки в американских активах, в американских значениях, я имею в виду, может привести к тому, что доллар пойдет и дальше ослабляться. Для других валют здесь для каждой свои какие-то есть ориентиры, ну, например, вот в Новозеландце такой важный ориентир, это область, которую он пытается сейчас как раз пройти наверх, это область 72, где-то 20, 72, 40, на самом деле минимумы, которые были в начале марта, это район 72, 00, вот оттуда до 72, где-то 30, 40, простирается область, которая была пройдена новозеландской валютой вниз, и вот этот проход вниз, он как бы теперь пытается компенсироваться обратным проходом вверх. Если этот проход состоится и, что называется, удержится до хотя бы второй половины дня пятницы, то есть до последанных PPI, то тоже это может означать и какое-то более долгосрочное, а не просто внутридневное движение. Видим также, что прибавляет, например, британский фунт в этой связи, то есть это тоже пока не какое-то огромное движение, но тем не менее, то есть если раньше, вот еще недавно, в прошлой неделе, область 1,39 и выше вызывала там продажи, то теперь цены спокойно в ней держатся. То есть есть последовательно растущие минимумы, которые постепенно появили не очень высоко курс, там он буквально недавно 38, там 50 был, вчера спускался в ту область, сегодня там район 39, там 30, 39, 50. Ну, то есть это не какие-то огромные, что называется, движения, но подвижки есть. Ну и что касается, наверное, развивающихся валют, развивающихся экономик, прибавила южноафриканский рынок, прибавила турецкая лера, здесь разовые прибавки значительные, но, наверное, они будут дальше ждать, как закончится для основных пакетов, для основных валют резервных эта неделя. Если закончится, что называется, не новая распродажа этих валют в пользу американца к концу недели, то, по всей видимости, может быть некоторое укрепление и здесь, в валютах развивающихся экономик на следующей неделе. В частности, это может и рубля коснуться, тут с учетом дорогой нефти, а она дорогая даже по 66 или 68, не обязательно ей для этого находиться где-то там на кочевках за 70, если эти условия сохранятся, то, может быть, и в рубле что-то будет в таком же духе. Инфляционные ожидания подхлестываются, при этом принятым уже фактически пакетом на 1,9, 10-х тариона долларов. Пакет проголосовала теперь уже и Палата представителей, вот на днях подпишет ее в Белом доме Байден, соответственно, разошлют людям чеки там на суммы, в основном 1400 долларов, неплохие такие, в общем, даже по американским меркам все-таки разовые суммы, хотя рожали их там полгода с лишним. Но вот тем не менее, да, это все больше не столько по экономику, сколько это пока про социальную помощь, про какие-то распил, может быть, там денежных средств, ну и, собственно, про то, что это может оказывать давление на денежную массу, то есть это, в принципе, фактор в пользу возможного обесценивания доллара, медленного, небыстрого, то есть никакого конкретного эффекта прям вот от принятия пакета в прямую в моменте не будет, этого ждать не стоит. Фактически из всех валют, которые мы видим в последнее время, наверное, швейцарский франк, это единственное, которое не укреплялось даже, когда другие укреплялись, ну и вот здесь как раз я бы, поостеревался с ней в дальнейшем пока работать, потому что здесь сами представители швейцарского банка, в частности, зампредседатель, высказывался, Фрид Зобрук, сказал, что он убежден, что такая экспансивная политика денежно-кредитная с отрицательной не только процентной ставкой, но и с интервенциями на валютном рынке, которые в последнее время они проводили против своей национальной валюте в пользу евро, вот эта вот политика, она важна для того, чтобы у них соответствующий торговый баланс поддерживать в швейцарской экономике. Вот, соответственно, с франком, наверное, эти закономерности могут его не затронуть, те, о которых я сейчас говорю. Ну, а, собственно, остальные благополучно проехали. Банк Канады вчера ничего особенно интересного, так сказать, не высказал, обычные для последнего времени для всех центробанков заявления, что все восстановится, хотя пока еще далеко, нужно пройти большой путь, там занятость еще далеко до ковидного уровня. Ну, все это, в общем, обычные достаточно сейчас мантры, не изменились при этом параметры количественного смягчения, что важно, то есть не изменились объемы закупки облигаций. Ну и вот сегодня непосредственно внимание рынков, оно обращено в большей степени на Европейский центральный банк, в связи с чем я и завел еще речь о валютном рынке. ЕЦБ заседает. Здесь есть определенные, скажем так, теоретические, по крайней мере, риски для европейской валюты в этом заседании. Если ЕЦБ надумает как-то выразить излишнюю обеспокоенность, сделать крен не в сторону того, что вот нам повезло многие вещи преодолеть, а в сторону именно обеспокоенности, и при этом как-то упомянет возможности роста закупок облигаций европейских. Потому что вот на данный момент, если американцы, в общем, американский федрезерв по сути наплевал на скачки доходности у них, то вот ЕЦБ, некоторые представители оттуда высказывали озабоченность, что вот у нас не настолько отрицательная доходность, как была, то есть как бы не нужно ли для того, чтобы поддержать ее там вот в этой низкой зоне, докупить какие-то объемы. Этот вопрос они не поднимали, но он, так называются, висит в воздухе. Возможно, какая-то вот краткосрочно неопределенная сфера в этой связи. Если выскажут возможности дополнительного увеличения программ, для экономики-то это здорово, для европейской. Но курс Европы, это может опять куда-то вернуться в район там 18.50, несмотря на уже достигнутые высоты. Если же от ЕЦБ, что называется, таких сюрпризов не будет, они продемонстрируют сплоченность и последовательность воплощения курса текущего, никаких дополнительных мер, а просто будут делать акцент на то, что, в общем, они молодцы, преодолевают трудности, деньги помогают, все хорошо, надо продолжать дальше в том же духе, то в этом случае курс может постепенно смещаться куда-то и выше отметки 1.20. В случае, если, повторюсь, конечно, продолжится в целом движение валют на ослабление доллара и на укрепление остальной корзины, если это продолжится и продлится, особенно если это после данных пятничных по PPI, то в целом здесь неплохие перспективы как раз могут быть у евро-доллара, если они благополучно вот сегодняшний день там переживут, вот и валютные пари трейдеры, потому как дальше уже таких каких-то реперных точек, что ли, для евро особенно нет, но там тоже есть данные по инфляции, они в основном завтра выходят, но это уже будет, что называется, после ЕЦБ, потом, то есть если ЕЦБ превентивно сейчас никак не среагирует, то я думаю, что рынок в целом спокойно отнесется даже к некоторым росту инфляции, если такие данные завтра последуют. Соответственно, такого рода расклады сейчас на рынках, что касается работ на фонду, я уже в основном осветил, дальше уже если какие-то выгодные закупки смогли сделать, будь то там Тесла или какие-то другие, может быть, совершенно бумаги вас привлекли ваше внимание, дальше уже это совершенно другого рода вопроса мани-менеджмента, забирать ли какую-то сиюминутную спекулятивную прибыль, если она есть, или там оставлять бумаги, условно говоря, навсегда, на весь год, это что называется уже вопрос тактики, например, вчера в случае вот Тесла возле уровня 700 долларов, не просто какой-то круглый там уровень, а просто потому, что это уже чуть ли не полпути до ближайших каких-то разумных целей, ну, хотя бы треть объема спекулятивного чисто, вот часть эту зафиксировал, а остальное планирую просто оставить в этой компании, поскольку давно хотел ее купить, когда будет возможность купить дешево, а не дорого, возможность предоставиваться, в принципе, не хотел бы спешить куда-то из нее бежать, даже если это, может быть, не последняя корректировка в этом году, там, большая, если даже куда-то они в район, там, 400, например, долларов впоследствии, там, в течение года снизится, здесь уже в любом случае некую несгораемую сумму, это удалось взять, но это я не столько похвастаться делюсь, да, вот сколько именно какими-то приоритетами, как можно поступать, например, то есть не обязательно либо все держать, либо все, что называется, закрывать, есть какие-то промежуточные варианты решения, когда определенные суммы уже находятся в безопасности, и для спокойствия, что называется, и кошелька, и собственного разума, ну, просто это деньги, которые вот легко пришли, например, такое может и с другими бумагами быть в ближайшее время, вот Боинг там устремился вчера выше 245 уже сходил, Дисней рвется куда-то в облака под 200 на новостях об открытии парков в Калифорнии, в общем, еще как бы и даже не произошло полное установление доходов, а уже вот эти вещи пошли, что по авиакомпаниям, что по индустрии развлечений идут, то есть если где-то удается, что называется, все еще что-то дешево зацепить, и есть в этом возможность часть дохода зафиксировать, нет плана все держать долгосрочно, то здесь тоже есть о чем подумать, но это, полагаю, не столько вопроса, опять же, анализа, сколько money management и распределение капитала, здесь каждый считает такие вещи сам, я просто навожу не более чем на мысль о том, что есть вариант об этом задуматься именно в таком, например, или каком-то подобном ключе. Встретимся с вами завтра еще раз во время прямого эфира днем, смогу ответить на те вопросы, которые у вас возникнут по активам, ну и тогда, наверное, обсудим, может быть, какие-то, если будут интересные апдейты, связанные вот с данными завтрашними американскими, что называется, поживем, до завтра увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok